Знаете, что такое нежданчик? Вот, смотрите, гулял парень в лесу, да, дело было в США, и заметил на дереве на высоте около 1 метра что-то странное. Когда подошел и присмотрелся, то чуть со страху в штаны не наложил. Это был человеческий череп, он врос в дерево. Конечно же он вызвал полицию, забрали череп на экспертизу. Брррр. А вот мужик долго копил деньги и все-таки насобирал на покупку коня. Да, конь был не настоящий, а железный. Посетил много площадок БУ, авто, но все же определился. На третий день, как всегда, чего-то сломалось. Заметил, что задний левый стеклоподъемник не работает, ну бывает. Но стеклоподъемник это же не головку притереть, правильно? Решил посмотреть сам. Аккуратно вскрыл карту дверей, чтобы не поломать, как всегда, какие-нибудь защелочки, и нашел причину. Снизу в дверях лежал какой-то странный черный пакет, он тут явно лишний. Понятно, что пакет достал. Взвесил на руку, нелегкий. Когда высыпал содержимое, то сразу подумал, вот она, удача. Перед ним лежало семь тугих свертков. Ну трудно не согласиться, похоже ведь на деньги, а? Все было обмотано водонепроницаемым скотчем. Долго не думал, взял ножницы, клац-клац и вскрыл. Да, как мы с вами и думали, там оказались деньги. Доллары США, купюрами по 10 и 20 долларов. Некоторые источники утверждают, что там было около 100 тысяч. Но, увы, мне посчитать не дали, так что точно не скажу. На разных форумах люди говорят разные. Одни говорят, пакет очень чистый, ну что есть, то есть. А вот сама дверь пыльная и не видно, чтобы пакет придавило хотя бы раз стеклоподъемником. Другие говорят, что все проще, это заначка, которую нашли на таможне. А вот третьи утверждают, что это так плохие парни деньги отмывают. Логика такая, сделали закладку, потом левый чувак купил автомобиль, нашел там деньги, показал все в полиции. Те владельца понятно, что не нашли, все деньги по закону его. Но может быть у кого-то будет свой вариант. Но в наших автомобилях я не думаю, что можно такое найти, разве что тряпки в порогах, это да. А вот так пенсионер Гарри решил заработать. На каждой банкноте небольшого номинала он пишет. Пожалуйста, если имеете возможность, возвратите эту банкноту мне, я очень-очень беден. Также снизу пишет свой адрес. И что вы думаете, это работает? В день пенсионер получает от 3 до 5 долларов, за месяц у нас выходит 90-150, правда? Но иногда ему прилилета еще и премия в конверте в виде 10-20 вечно зеленых. Причем деньги ему возвращают не только из США, но и из Нидерландов, даже из Австралии. Надо и себе попробовать, а? Но нежданчик можно найти даже в своем почтовом ящике. Житель Чили нашел в своем ящике пакет. В нем была записка, деньги и сим-карта. Да, записка гласила. Если то, что ты должна сказать не так прекрасно, как тишина, лучше не говори этого. И сумма была чуток больше 300 долларов. Видно банально, какой-то Ромео попутал почтовые ящики. Мужик никому ничего не вернул. И последняя находка на сегодня. Когда-то за это можно было много чего порешать. Ну или спуститься в Нирвану. Хотя в Нирвану можно и сейчас. Внуки нашли нычку деда. Решили почистить яму. Сделана она была из бочки. И каково же было их удивление, когда там оказалось целое сокровище. Всего было 5 бутылок. Я так понимаю, они польские. Но использовать их по назначению или нет, внуки пока не решили. Того и создали тему, чтобы люди подсказали, безопасно это или нет. Ну, я думаю, безопасно, а че? Спасибо всем, кто дошел в гости. Да, скажите, звук в ролике по 10-бальной шкале на сколько? Только честно. Может надо чего-то менять или что-то делать? Я-то не в курсе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!